Это сердце крысы, обычные белые крысы. На этой фотографии это же самое сердце, но оно абсолютно полностью лишено клеток. Так сердце выглядит, когда его полностью очищают от клеток, рассказывает аспирант медицинского университета Александр Сотниченко. После такой процедуры от сердца, по сути, остается только каркас. С точки зрения обывателя звучит ужасающе, но на языке науки это значит, что в будущем возможно закрыть вопрос с нехваткой донорских органов. Освобожденное сердце можно заселить уже клетками самого пациента, что гарантирует стопроцентную совместимость и не вызовет отторжения органа. Пока все опыты только на крысах. Мы сейчас только начали, приступаем к исследованию сердца обезьяны, то есть более крупного животного, которое уже больше похоже на человека. Такую систему очистки молодой ученый из Краснодара разрабатывал больше года. В итоге достижение достойное мирового уровня. И таких инновационных разработок на Кубани десятки, но на их воплощение нужны деньги. Как бы не хотелось изобретателям об этом задумываться, это реальность, замечает губернатор на встрече с молодыми кубанскими учеными. Поэтому важно сейчас, как говорят IT-специалисты, законнектить бизнес и науку. Слабое взаимодействие между реальным сектором экономики и наукой. Нет заказов от бизнеса на инновации, то есть нет заинтересованности во внедрении наукоемких технологий и продукций. Почему? Потому что нет экономики, то есть в том, чем вы делаете для бизнеса. Но бизнес тоже должен понимать, что, знаете, как в этом, чтобы быть женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта. Так и здесь нужно вложиться на первой стадии, а потом только ты получишь тот дивиденд. Но справедливости ради, замечает Вениамин Кондратьев, наука часто бывает оторвана от реального бизнеса. Изобретатели с головой уходят в формулы и забывают про прагматичный подход, который должен приносить деньги. Чтобы наладить такое понимание, Сергей Скиба из Аграрного университета предлагает создать единую инновационную площадку. Это поможет бизнесу знакомиться с возможностями науки, а науке интегрироваться в бизнес. Туда приезжают профессиональные бизнес-спитчеры, которые знакомят бизнесменов между собой. То есть у них какие-то коммуникации между собой, например, строители познакомят с биологами, химиками, и может что-то у них рождается своя идея. Также помимо этих выступлений профессиональных выступают инноваторы, научные деятели. И это все организуется в виде бизнес-квестов. Мы готовы вкладываться в науку, в нашу оригинальную науку, в вас, при условии, если будет отдача. Даже если оправдывать, безусловно, а если деньги выделяются даже из бюджета, они должны возвращаться. Возвращаться с прибылью. Идея Вениамину Кондратьеву понравилась. По поручению губернатора такая площадка должна заработать к лету. Поддержка инновационных предприятий, несмотря на кризис в экономике, в регионе только увеличивается. В следующем году по различным грантам молодым ученым направят 58 миллионов рублей. Однако только деньгами проблему развития научных производств не решишь. Многие вузы и лаборатории в них банально плохо сотрудничают вместе, что влияет на итог умственных усилий. Две с половиной тысячи тех молодых ученых порой лабораторные образцы заказывают не в крае. Они заказывают Омск, Томск, Татарстан. А выясняется, что в 65 учреждениях наших есть потенциал для изготовления этих лабораторий. Порой мы не знаем. То есть один из первых шаг, конечно, это межсетевое взаимодействие. Проще говоря, мозги есть, нет возможности воплотить задуманное в жизнь. А если это и получилось на уровне лабораторного образца, то вот запустить хотя бы пробную серию изделия с этим куда сложнее. Иван Шорсткий показывает губернатору плиту, сделанную из рисовой лузги. Это отходы, которые сжигать достаточно вредно, зато можно использовать в стройматериалах. Если запустить образец в производство, целая отрасль будет обеспечена дешевым и отечественным материалом, уверяет ученый. Это изоляционный материал. Спектр очень широкий. Основа, которую мы, собственно, запатентовали, она нам позволяет предлагать сектору экономики различные вариации. От теплоизоляционного и звукоизоляционного материала до строительных блоков. Вот такая плита германская, она стоит 2000 рублей за квадратный метр. Ну, на древесной основе просто 2000 рублей за квадратный метр. А это стоит 100 рублей. Но даже те, кому удалось внедрить свой проект в жизнь, сталкиваются с тем, что дальше редких заказов у мелких компаний дело не идет. Крупные фирмы в упор не замечают молодых инноваторов. И дело не только в том, что их идеи не окупаемы. У них есть отложенные технологии получения продукта, отложенные поставщики. И когда мы приходим, я их понимаю тоже, что у них есть свои взгляды, своя экономика, своя экологичность производства. Поэтому мы бы хотели выступить с предложением проинициировать крупных производителей к внедрению наших разработок, хотя бы на базе хоздоговорных работ. Раз у нас этого нет, давайте сделаем так, чтобы у нас это было. То есть это есть наука, которая сегодня должна нам это дать, а мы должны подхватить и создать. Крупные наши производители, аграрные производители, агрохолдинги находятся в определенных контрактах с поставщиками. Но КВЭЛы – это поставщики зарубежные, вот в чем вопрос. Поэтому я считаю, это у них просто недальновидный подход с точки зрения того, что у нас все хорошо, у нас надежные партнеры, и нам ничего не надо. Губернатор поддержал идею создания системы, когда бы молодые ученые могли отдавать на крупные производства свои разработки, чтобы там их протестировать. И с экономической точки зрения, и в плане прикладного использования. И пожелал молодым ученым в своей работе быть не фантазерами, а фантастами. Фантазеры – это которые фантазируют, и их фантазия остается фантазиями. А фантасты, как правило, предугадывают будущее. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.